ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Страшнейшее. Именно поэтому все ждут невероятных перемен к лучшему. Надо сказать, иллюзии по поводу послевоенной жизни проявились еще в самом начале войны. Разговоры о будущем начинаются еще в поездах, идущих в эвакуацию. Советские писатели, лояльные власти в поездах, идущих на восток, становятся так откровенны, что пугают едущих с ними родственников. Из сообщений НКВД. Иосиф Уткин, поэт, говорит, у нас такой же страшный режим, как и в Германии. Все и вся задавлена. Мы должны победить немецкий фашизм, а потом победить самих себя. Федин, писатель. Я боюсь, что после войны вся наша советская литература будет просто зачеркнута. Нас отучили мысли. Погоден драматург. Так дальше не может быть, так больше нельзя жить, так мы не выживем. Даже Алексей Толстой говорит. Народ, вернувшись с войны, ничего не будет бояться. Нас ждут необыкновенные дни. В эвакуации в Ташкенте повторяет Анна Ахматова. Вот увидите, будем писать то, что считаем необходимым. Возможно, через пару лет меня назначат редактором ленинградской звезды. Я не откажусь. Анну Андреевну Ахматову в обслуживании власти заподозрить нельзя. Она стоит особняком. Поэтому ее иллюзии особенно горестны. Ее предсказания сбудутся лишь в одном. Имя Ахматовой в советской истории будет туго завязано с ленинградским журналом «Звезда». И произойдет это, как она и сказала, через пару лет. В 1946 году. Существует составленный самой Ахматовой список ее публичных выступлений. Их 31 за всю ее жизнь. 12 из них приходится на первое полугодие 1946 года. Ее выступления проходят в Ленинграде и в Москве. Проходят триумфально. 3 апреля 1946-го знаменитый вечер московских и ленинградских поэтов в колонном зале Дома Союзов. Из воспоминаний историка театра Веленкина. Когда она стала читать, все в зале встали, так и слушали ее стоя. Каким единством дышал зал, вымаливая у Ахматовой еще, еще и еще стихи. В Москве в апреле 1946-го объявлены два поэтических вечера. Заявленный на следующий день второй поэтический вечер в колонном зале отменен. В кассе возвращают деньги. Из воспоминаний Эренбурга, у которого Ахматова была два дня спустя. Когда я упомянула вечер, она покачала головой. Я этого не люблю. А главное, у нас этого не любят. На войне все мечтали выжить и поглядеть, какой будет жизнь. До войны государство долгие годы подавляло человеческую личность, пренебрегало ей. К войне страна была катастрофически не готова. Именно поэтому война предъявила невероятно высокие требования к каждому. Война проявила личность, позволила каждому ощутить себя гражданином. Писатель Вячеслав Кондратьев устами своего героя потом скажет. На войне я был до необходимости необходим. Там такое чувство было, словно ты один в своих руках судьбу России держишь. Кроме того, война дала людям массу информации. Прежде всего, об их собственной стране. На фронте встретились люди из разных социальных слоев, которые в мирной жизни не пересекались. Многие горожане впервые на фронте от крестьян узнали правду о голоде в деревне. О том, что из себя на самом деле представляет колхозная жизнь. Вместе с мобилизованными заключенными пришла информация из лагерей. Привычное для сталинских предвоенных лет массовое недоверие было и на фронте. И все-таки, как свидетельствуют фронтовики, разговоры велись достаточно откровенно. Когда армия перешагнула границу СССР, вошла в Европу, миллионы людей без подготовки столкнулись с иной, вообще неведомой им жизненной культурой. Это был психологический шок. Советские люди получили неожиданную возможность сравнивать. Но для переживания и осмысления полученного на войне опыта не будет ни времени, ни сил. Послевоенная жизнь – это новая борьба за выживание. Это на фронте казалось, что после последнего выстрела наступит счастье. Фронтовики ищут работу, но часто не находят ее по своей довоенной специальности. Те, кто ушел на фронт со школьной скамьи, кроме войны вообще ничего не знают. С жильем совсем плохо. Наваливаются болезни. Советской армии, единственной из всех участвовавших в войне, отпуска военнослужащим не давали. Только по ранению. Крайнее физическое и психическое истощение дает и себе знать сразу после войны. Общение между фронтовиками, связанными теперь еще и послевоенными проблемами, в 46-м – это вопрос жизненной необходимости. На этот сложнейший социальный вопрос найден простой ответ. Это «Голубой Дунай». Такое народное название получают открытые после войны убогие пивные и закусочные, где фронтовики собираются вечерами, где они могут выговориться, где они просто находятся среди своих, где у всех общее прошлое. «Голубой Дунай» – последнее прибежище той особой свободы, которую люди ощутили на фронте. Из дневника писателя Эммануила Казакевича. «Я зашел в пивную. Два инвалида и слесарь-водопроводчик пили пиво и вспоминали войну. Один плакал, потом сказал, если будет война, я опять пойду». Вот об этих людях, о миллионах таких людей, пришедших в тяжелую, нищую послевоенную жизнь, большой писатель, фронтовик Виктор Астафьев скажет, на исходе лет вдруг обнаруживаешь, что и было в твоей жизни, чем можно гордиться, о чем печалиться. Это она – война. Для другой части людей, прошедших фронт, жизнь не будет исчерпана войной. Это те, кому повезет с работой, кто сумеет психологически восстановиться и найдет себя в новой жизни. И главное – это те, кто после фронта, прямо в гимнастерках, придут в институты и университеты и начнут учиться. Две половины фронтового поколения впоследствии будут плохо понимать друг друга. Но в 1946-м власть боится самостоятельного сплочения людей, вышедших из войны. Власть запрещает даже официальные общественные организации ветеранов. Причем запрещает сразу после победы. В мае 1945-го председатель Совинформбюро Лозинский обратился к Молотову с предложением создать для ветеранов войны Совет Маршалов и Общество Героев Советского Союза. Предложение отвергнуто. Страх власти перед угрозой нового декабризма необыкновенно силен. Декабрьское восстание в России в 1825-м году вследствие освободительного похода в Европу в финале войны против Наполеона. Насмотрелись тамошних порядков. В 1945-46-м годах победителей в войне с фашизмом, вернувшихся из Европы, необходимо было рассеять, смешать с общей массой. Хотя на самом деле ни о каком декабризме не могло быть речи. Писатель-фронтовик Кондратьев говорит, мы даже представить себе не могли никакой другой системы. Писатель-фронтовик Виктор Некрасов пишет, «Увы, мы простили Сталину все, коллективизацию, 37-е годы, дни военных поражений». Кадровый офицер и будущий диссидент Петр Григоренко говорит, «Сомнения, стучавшиеся в душу накануне войны, исчезли. Сталин был снова для меня великий непогрешимый вождь и гениальный полководец. Таково обаяние победы, что эту чушь принимаешь за откровение. Меня не могло смутить ничто». В 45-й и 46-й годы пик популярности Сталина. Из воспоминаний военного корреспондента Александра Авдеенко. Он пришел на парад победы с маленьким сыном. Он берет сына на руки, тот видит Сталина. В тот день шел дождь. Мальчик спрашивает, «А Сталин не промокнет?» «Нет, закаленная сталь не боится дождя». «Папа, а почему Сталин не приказал Богу сделать нам хорошую погоду?» Война – необыкновенно сильное массовое переживание. Война была так страшна, что исказила память о том, что было до нее. Если бы после всех безвозвратных потерь у людей спросили бы, «Как вы хотите жить после войны?», они бы честно ответили, «Как до войны». Война оставила в памяти людей только хорошее, что было в довоенной жизни. А все остальное стерло. Такой вот подарок война сделала Сталину. Поэтесса Маргарита Алигер пишет, «Весной 46-го Ахматова была бодра и спокойна. У нее просили стихи, печатали их, платили деньги. Да, да, деньги, говорила Анна Андреевна. Это хорошо, что деньги, они ведь так нужны людям. Деньги ей нужны были, чтобы раздавать нуждающимся знакомым». Ахматова знает цену отсутствия денег. Ее не печатали 16 лет подряд. С 24-го по 40-й. Крайняя бедность Ахматовой уже бросалась в глаза. В любую погоду она в старой шляпе и легком пальто. Только после смерти своей приятельницы Ахматова получила завещанную ей старую шубу, в которой и ходила до самой войны. От прежнего внешнего облика одной из ярчайших звезд русской поэзии Серебряного века одна знаменитая «Челка и худоба». Она и в старой, ушедшей жизни хвасталась. В мою околоключичную ямку вливали полный бокал шампанского. А Осип Мандельштам до революции шутил «Ваша шея создана для гильотины». В 29-м Константин Федин, глава издательства писателей в Ленинграде, предпринимает отчаянную попытку издать двухтомник Ахматова. Федин полтора часа говорит с главным цензором, Лебедевым-Полянским. Федин в дневнике напишет «Нельзя назначать на цензорское место людей, которые вместо в приюте для идиотов». Стихи Ахматовой света не видят, публикации не подлежат. С таким прошлым весна 46-го года кажется фантастической. Кажется, что война действительно что-то изменила в советской жизни. 8 марта в вечернем Ленинграде под рубрикой «Знатные женщины нашей страны» опубликована фотография Ахматовой. В марте 46-го подписана к печати ее книга стихотворение Анны Ахматовой 1909-1945 годы, тираж 10 тысяч экземпляров. Она уже держит в руках сигнальный экземпляр. Его привозят ей сюда в фонтанный дом посыльный из Гослитесдата. Вместе с посыльным приезжает корреспондент газеты «Вечерний Ленинград», который берет у Ахматовой интервью. В 46-м, кроме неожиданно удачной литературной жизни, у Ахматовой и в личной жизни счастье. Ее личная жизнь в 46-м году вся в ее сыне. Он вернулся с фронта и теперь с нею. Ее сын – это и сын расстрелянного в 21-м году поэта Николая Гумилева. Она познакомилась с гимназистом Николаем Гумилевым в 15 лет в Сочельник. Он пять раз делал ей предложения. Дважды из-за нее пытался покончить с собой. Согласившись наконец стать его женой, Ахматова ему сказала «Не люблю, но считаю вас выдающимся человеком». Ну, судя по литературе, он ее любил больше, чем она его. Но это опять судя по литературе. Они поехали в свадебное путешествие в Париж. Она была очень красива. В белом платье и широкополой соломенной шляпе с большим белым страусовым пером. Это перо романтика-искатель приключений. Гумилев привез из Абиссинии. Весна 1910 года. Здесь, в богемном кафе Ротондо на Мон-Парнасе, Ахматова знакомится с Амадео Модильяне. Или он с ней. Гумилев смотрит на них с отчаянием. Он знает, что она сделает, как ей захочется. В 2010 году Ахматова и Модильяне встречаются несколько раз. Зимой он пишет ей письма. В 2011 году они увиделись в Париже снова. Сидели в Люксембургском саду, но не на платных стульях, как принято, а на скамейке. Он беден и не признан, Ахматова пишет. Он водил меня смотреть старый Париж за пантеоном ночью при Луне. Это он показал мне настоящий Париж. Она приходила к нему сюда, в мастерскую с алыми розами. Если его не было, бросала цветы в окно. Модильяне рисовал Ахматову. Рисунки дарил ей. Модильяне умрет на год раньше, чем расстреляют Гумилева. О Гумилевой Ахматовой будет вспоминать охотно, хотя постоянное семейное житье было непосильно для двух поэтов от Бога. Начито похвалы в адрес стихов Ахматовой Гумилев говорил, вам нравится, очень рад, моя жена и по конве прелестно вышивает. При этом она со словами Николай, нам надо объясниться, безудержно ревнует. А он намеренно откровенен. Ахматова будет вспоминать, спрашиваю, куда идешь? На свидание к женщине. Вернешься поздно, может быть, не вернусь. Перестала спрашивать. А она, Ахматова, так хороша. Идет в черном котиковом пальто, тонкое, высокое, с гордым поворотом маленькой головки, нос с горбинкой, темные волосы на лбу пострижены короткой челкой, на затылке подхвачены высоким испанским гребнем, глаза суровые. Такая она по воспоминаниям в 1915 году, когда ходила навещать георгиевского кавалера Гумилева в госпитале. Тогда их брак уже не существует. Даже сын их не сблизил. Гумилев говорит, мы из-за него ссорились. Левушку ему было года четыре. Мандельштам научил идиотской фразе. Мой папа поэт, а моя мама истеричка. И Левушка однажды, когда в царском селе собралась поэтическая компания, вошел в гостиную и звонким голосом прокричал заученную фразу. Я рассердился. Анна Андреевна пришла в восторг и стала его целовать. Умница, Левушка, ты прав, твоя мама истеричка. Она тогда не знала и не могла знать, что ее ждет, какой век придет на смену Серебряному. Сына Ахматовой заберет к себе мать Гумилева. До 29-го года он проживет в Глуши, вблизи бывшего гумилевского имения в Тверской губернии. Лев Гумилев приедет в Ленинград через 8 лет после расстрела отца. Ахматова все это время в Ленинграде. Три года прожила в общежитии для ученых во флигеле Мраморного дворца. Она замужем за Владимиром Шелейко, фантастическим ученым, знатоком 52-х языков, специалистом по древней Ассирии. В 19-м году Ахматова в разваливающихся ботах еле тащит на плече мешок с картошкой. Останавливается отдышаться. Какая-то женщина подает ей милостыню. Прими Христа ради. Продавала ржавую селедку, которую выдавали на прокорм писателям. Ее видел поэт Владислав Ходосевич. На деньги от селедки покупала чай и куревы, без которых не мог Шелейко. Про себя говорила. Скоро встану на четвереньки или с ног свалюсь. Шелейко чрезвычайно ревнив. Ревновал ее и к мужчинам, и к стихам. Рукопись у сборника подорожник разжигал самовар. Запрещал читать стихи на публике, писать стихи запрещал. Об этом все ее стихи, посвященные ему. В конце жизни она будет вспоминать свой брак с Шелейко почти весело, с признательностью. Ахматова ушла от Шелейко к молодому композитору Артуру Лурье. Лурье щеголяет близостью с Ахматовой. Живут они на фонтанке втроем с Ольгой Судейкиной, знаменитой танцовщицей, актрисой, художницей. В 22-м Лурье бросит свою должность замзав отделом наркома броса и уедет на пароходе за границу. Будет умолять Ахматову приехать к нему. Приеду, приеду, отвечает она следующим пароходом. Ахматова говорила, что Лурье дал название ее пятой книге, которой она все не могла найти название. Они шли по улице, на фронтоне одного из домов было высечено Анно Домини. Лурье сказал, вот название. Сборник стихов Ахматовой так и будет озагладно. Первое стихотворение. Петроград, 1919-й. В нем строки «Никто нам не хотел помочь за то, что мы остались дома». Пастернак видел Ахматову, когда она провожала Лурье на причале. В это время окно из России в Европу еще было приоткрыто. Ахматова никуда не уехала. Существует письмо Марины Цветаевой Анне Ахматовой от ноября 1926-го года из Франции. Пишу вам по радостному поводу вашего приезда. Хочу знать, одна ли вы едете или с семьей? Мать, сын? Но как бы вы не ехали, езжайте смело. Напишите мне тотчас, когда одна или с семьей? Решение или мечта? Про себя, про свой отъезд мечты у Ахматовой точно не было. Решение также не пришло. Сына она никуда не отправила. В 1929-м году ее сын Лев Гумилев приезжает из провинции в Ленинград в квартиру в фонтанном доме, где живет Ахматова со своим мужем искусствоведом Пуниным. Хотя это не совсем точно, потому что в этой квартире живет вся большая бывшая семья Пунина. Семья Пунина это его бывшая жена Анна Евгеньевна Аренс, дочка Ирина, мачеха Пунина Елизавета Антонна, домработница Аннушка с сыном Жени. Кроме того, Анна Евгеньевна со временем берет к себе своего отца Евгения Ивановича Аренса. Время от времени здесь же проживает брат Пунина Александр с женой и дочкой. С 1935 года здесь же живет племянник Анны Евгеньевны Игорь. Когда дочка Пунина выйдет замуж, ее муж также поселится в этой квартире. Здесь же родится их дочь. Некоторые годы в квартире проживает также сестра Анны Евгеньевны Зоя Евгеньевна с дочерью, а также оставшаяся без кров вдова художника Львова Августа Ивановна с дочкой Ириной и внуком Алешей. В начале 30-х сын добработницы Аннушки Женя женится и приводит сюда жену Татьяну Ивановну. Она первым делом отправляет в богадельню свекровь. Скоро у них родятся сыновья Валя и Вова. Татьяна Ивановна считает себя правящим классом, занимает бывшую столовую. Вот в этой компании и живет Анна Андреевна Ахматова и ее сын. Татьяна Ивановна часто становится перед Анной Андреевной руки в боки и говорит «А я на тебя в Большой дом донесу». Большой дом это Ленинградское управление НКВД. Денег в Пунинской семье катастрофически не хватает. Ахматову не печатают, у нее только случайные заработки. Переводит письма Рубенса, становится профессиональным исследователем Пушкина. Еще в 30-м году обращается с просьбой о пенсии. Под пенсией следует понимать условное денежное посудие. Пунин плохо переносит без денежья, становится болезненно скуп. Он кричит в коридоре «Слишком много людей у нас обедает». Ахматов вспомнит. За столом Пунин как-то произнес такую фразу «Масло только для Иры», то есть для его дочери. Это было при моем Левушке, мальчик не знал куда глаза девать. После окончания школы сына Ахматова и Гумилева в университет не принимают. Он нанимается рабочим в научную экспедицию. Потом уже из рабочих принят на исторический факультет. Из воспоминаний доброй знакомой Ахматовой Эммы Герштейн Ольве Гумилеве 1935 года. Он стоял в коридоре в невозможном пиджаке и брюках с огромными заплатами на коленях. Отрастил усы, татарские, тонкие, спускающиеся по углам рта. Любит припираться в трамваях, чтобы последнее слово оставалось за ним. В своей мятой фуражке напоминал бывшего офицера. его ненавидели, но боялись из-за его дерзости. В конце октября 1935-го Ахматова приезжает в Москву к Эмме Герштейн. Анна Андреевна сидит на маленьком диване со своим потрепанным чемоданчиком, говорит, их арестовали Николашу и Леву. Ее муж Николай Пунин и сын Лев Гумилев арестованы в фонтанном доме 22 октября 1935-го года. Эмме Герштейн продолжает. Она переночевала у меня. Я смотрела на ее тяжелый сон. У нее запали глаза и возле переносицы появились треугольники. Больше они не проходили. Она изменилась на моих глазах. На утро вышли, сели в такси. Водитель спрашивает, куда ехать. Ахматова не слышит. Наконец она говорит, к Сейфулиной, конечно. Лидия Сейфулина советская писательница. На вопрос, какой адрес, она неожиданно кричит. Неужели вы не знаете, где живет Сейфулина? До этого, наверное, никто и никогда не слышал, чтобы Ахматова кричала. Кое-как поняли, куда ехать. Всю дорогу Ахматова вскрикивает. Коля, Коля, кровь. Она была в бреду. Через много лет Ахматова прочитает. За ландышевый май в моей Москве кровавой Отдам я звездных стай, сияние и слава. В публикации вместо «в моей Москве кровавой» будет «в моей Москве стоглавой». Ахматова сочиняла это стихотворение в такси, когда ехала к Сейфулину. Лидия Сейфулина в 35-м году имеет контакты в партийных верхах. Анна Андреевна пишет письмо Сталину. Пастернак также пишет Сталину в поддержку Ахматовой. Писатель Борис Пеленяк везет Ахматову к комендатуре Кремля. Уже известно, кто передаст письмо Сталину. И чудо! Через несколько дней Николай Пунин и Лев Гумилев освобождены. Все поздравляют Ахматову с царской милостью. Вскоре Ахматову снимают с нищенской пенсии, которую она некоторое время получала. В марте 1938-го ее сын вновь арестован. Ахматова опять пишет Сталину. На этот раз письмо до адресата не доходит. Лев Гумилев к матери беспощаден. Он пишет ей «Все на меня плюют как с высокой башней». Лев Гумилев не в состоянии выдержать избиений на допросах. После физических издевательств он говорит на допросе «Мать неоднократно говорила мне, что если я хочу быть ее сыном до конца, я должен быть прежде всего сыном своего отца». То есть Лев Гумилев под пытками говорит, что эта мать призывала его к открытой борьбе против режима. Ахматова как заведенная ходит с передачей в тюрьму. «Я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде», напишет она потом. «Как-то раз кто-то опознал меня, тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась и спросила меня на ухо, там а это вы сможете описать». И Анна Андреевна сказала «могу». Это из Ахматовского предисловия к реквиему. «Реквием» – одно из мощнейших явлений русской гражданской лирики и просто материнское проклятие сталинизма. «И я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мной, и в лютый холод, и в июльский зной, под красную ослепшую стеной». Реквием станет известен в начале 60-х, хотя опубликован в СССР не будет. Реквием попадет в сам издатовскую литературу, а не в частично разрешенную антисталинскую. У Ахматовой особая ненависть к Сталину. Ее ненависть всегда смешана с презрением. В 62-м Ахматовой принесут еще в машинописном варианте один день Ивана Денисовича Солженицына. Она будет говорить «Нравится, не нравится, не те слова, это должны прочитать 200 миллионов». Она познакомится с Солженицыным, она ему скажет «Вы через короткое время станете всемирно известным». Это тяжело, я не один раз просыпалась утром знаменитой и знаю это». В начале 60-х сталинские репрессии официально обозначались сглаженно усыпляющей формулой культ личности. Неофициально среди интеллигенции назывались 1937-й год. Ахматова время сталинского управления характеризовало четко террор. Ахматова скажет «Достоевский думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым. А мы сейчас знаем, что можно убить 50-100 человек и вечером пойти в театр». Сталинский режим ведет себя крайне изощренно. Приговор сыну Ахматовой Льву Гумилеву вынесен в августе 1939-го. А в сентябре Ахматовой неожиданно разрешено написать заявление с просьбой о приеме в Союз писателей. Ее принимают. В мае 1940-го после 16-летнего запрета выходит Ахматовский сборник из шести книг. Начинаются разговоры, что сына Ахматовой скоро освободят. По одной из легенд, дочь Сталина, Светлана, любила Ахматову. До заседания Алексей Толстой предлагает выдвинуть книгу Ахматовой на сталинскую премию. Предложение поддержано членами секции. Однако вместо премии появляется докладная записка «Управ делами ЦК ВКПБ Крупина секретарю ЦК Жданову». Крупин пишет «Стихотворения о людях социализма в сборнике нет. Издатели не разобрались в стихах Ахматовой, которая сама дала такое замечание о своих стихах. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда». Жданов оставит на первой странице докладной свою резолюцию. Просто позор, когда появляются в свет такие с позволения сказать сборники. Как этот Ахматовский блуд с молитвой во славу Божию мог появиться в свет? Вслед за этим следует постановление секретариата ЦК ВКПБ о сборнике стихов А.А. Ахматовой. Руководящие работники, виновные в издании книги, получают выговор. Сборник изъят, сын не освобожден. При этом год спустя, в самом начале блокады, Ахматова вывезена из Ленинграда в числе немногих писателей по личному распоряжению Сталина. В 42-м в «Правде» опубликовано знаменитое Ахматовское стихотворение «Мужество». В 43-м в Ташкенте, где Ахматова в эвакуации, выходит ее сборник «Избранная». В 44-м заканчивается срок заключения ее сына. Он уходит на фронт добровольцем. В 43-м и 44-м годах, несмотря на войну, разгрому подвергаются Довженко, Зощенко, Федин, Асеев, Селивинский. Ахматову не трогают. Она вернется в Ленинград. Ее сын дойдет до Берлина и вернется живым. В 46-м взгляд за сборником с 10-тысячным тиражом подписывается к печати еще один тираж 100 тысяч. Ахматова не выписывает газет. У нее нет радио. 20 августа 1946 года она зачем-то выходит из дома. Повсюду у заборов, у витрин, сгрудившись стоят люди и друг у друга из-за плеча читают свеже наклеенные газеты. Ахматова говорит, я подумал, что-то случилось. Поднялась на цыпочки и вдруг из-за чужих спин и голов прочла свое имя. В газетах текст постановления Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». В центре постановления два имени Зощенко и Ахматова. Сталин лично правил текст. Слова «пошляки» и «подонки литературы» это личная сталинская грубость. Им лично Зощенко и Ахматова названы несоветскими писателями. Вспоминает великая актриса Фаина Раневская, давний друг Анны Ахматовой. Помню, как я примчалась к ней после постановления. В доме было пусто, пунинская родня сбежала, она молчала, я тоже не знал, что ей сказать. Она лежала с закрытыми глазами, губы то синели, то белели, лицо становилось багрово-красным и тут же белело. Я хотел ее накормить, в доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, что-то купила. Если она отказалась, мы обе молчали. Вот эта страшная реакция Ахматовой имеет одно главное объяснение. Она знала, что означает это постановление. Она смертельно боялась за сына. Президиум правления Союза писателей немедленно исключает Ахматову и Зощенко из своих рядов. Их лишают продовольственных карточек. Друзья Ахматовой организуют тайный фонд помощи Ахматовой. По тем временам это героизм. Новый 1947 год Ахматова встречает у своей подруги Ольги Бергольц. Казалось, все тосты за здоровье Ахматовой произнесены. Но писатель Юрий Герман потребовал, чтобы все вновь наполнили бокалы. Все встали. Дорогая Анна Андреевна, сказал Герман, мы вас очень любим и хотим, чтобы вы услышали это еще и еще раз. Вы для нас всегда были, но всегда останетесь великим русским поэтом. В русской поэзии были Пушкин, Лермонтов. Вы достойная наследница их славы. Я один из жизни подошел к телефону и воздался голос. Попросите Наталью Александровну. Я говорю, а что передать? Кто говорит? Ахматова. Я у телефона чуть не просто не упал. Судьба ее ужасная для переживания, очень тяжелая, я не буду говорить ужасная, очень тяжелая для проживания ее, способствовала тому, что она стала, помимо всего прочего, еще и символом сопротивления. И действительно это напрашивается, что у режима был армия, морской и военно-воздушный флот, КГБ и так далее, а у нее совершенно ничего, но как-то она осталась, а режим нет. После постановления Ахматова задала Раневской вопрос. Скажите, зачем великой стране изгнавшей Гитлера со всей его мощной техникой, зачем им понадобилось пройтись всеми танками по грудной клетке одной больной старухи? Этот Ахматовский вопрос имеет конкретный ответ. Первая половина 1946 года это время активной борьбы между группировкой Берии Маленкова и Жданова. Берия и Маленков за годы войны необыкновенно продвинувшиеся в аппаратной иерархии в начале 1946 года теряют свои позиции. Берия снят с должности руководителя НКВД. Маленков теряет постсекретаря ЦК по кадрам. Жданов второй человек в партии. На месте Маленкова оказывается человек Жданова Кузнецов. В этой ситуации сторона Маленкова в лице начальника управления агитацией и пропаганды Александрова делает ход. Выдвигаются обвинения в провале идеологической работы в ленинградских журналах. Ленинград традиционно воспринимается как Ждановская епархия. Главная задача Жданова теперь вовремя отмыться в глазах Сталина. Мишенью Жданов выбирает Ахматову и Зощенко. Ахматов и Зощенко оказываются заложниками аппаратной игры. Но не только ее. В постановлении 1946 года журналы «Звезда» и «Ленинград» обвиняются в том, что они культивируют несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. Это очевидный отголосок начинающейся Холодной войны. 5 марта 1946 года в спортивном зале Вестминстерского колледжа в Фултоне штат Миссури США бывший британский премьер Уинстон Черчилль уже произнес свою знаменитую речь. Черчилль сказал «Люди должны быть защищены от двух главных бедствий войны и тирании. От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент допустился железный занавес». Черчилль впервые произносит эти слова «железный занавес». «Старые государства Центральной и Восточной Европы под контролем Москвы. Я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения своей доктрины». Черчилль расшифровывает, какие именно свободы и права он считает необходимым защищать от Сталина. Это свободные несфальсифицированные выборы, это свобода слова, это независимые от исполнительной власти суды. Черчилль говорит, это права, которые должны знать в каждом доме. Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, поклонник стихов Анны Ахматовой. Через неделю после речи Черчилля Сталин дает интервью газете «Правда». Сталин говорит, господин Черчилль стоит на позиции поджигателей войны. Нации проливали кровь в течение пяти лет ради свободы своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство Гитлеров господством Черчиллей. Установка господина Черчилля это призыв к войне с СССР. Господин Черчилль грубо и беспощадно клевещет, как на Москву, так и на Советский Союз потерял в войне около семи миллионов человек. Сталин говорит, что мы потеряли около семи миллионов. Потом скажут двадцать миллионов. Теперь цифра уходит за тридцать миллионов. В конце ноября сорок пятого года в Ленинград приехал профессор Оксфордского университета, знаток философии и литературы сэр Исайя Берлин. В Советском Союзе он представитель Британского Министерства иностранных дел. Последний раз он видел этот город в 1919 году. В 45-м он случайно узнал адрес Ахматовой и запросто пришел к ней в фонтанный дом. Разговор прервался из-за неожиданного появления в Ахматовском дворе сына Уинстона Черчилля, Рандольфа. Он приехал в Ленинград как журналист. Разыскал сэра Берлина. Сын Черчилля, Рандольф, знаком с сэром Берлином по Оксфорду. Я его знал, но не особенно. Мы были ровесники в Оксфорде. Я, может быть, встретил его три раза в жизни. Он не был царным товарищем. Но он крикнул, он был ясно пьян. Стоял и орал. Как студент. Сэр Берлин простился с Ахматовой и пришел опять в тот же вечер. По сводкам НКВД они проговорили с 22 часов до 7 часов утра. Потом она явилась с такой миской, в которой плавали какие-то была картошка. Я думал, все, немножко соли. Ахматова читает ему реквием. Говорит о 37-38 годах. Об очередях в тюрьму с передачей. Ночью пришел Лев Гумилев. Сэр Берлин говорит Ахматовой. Я приехал в Ленинград приветствовать вас, единственного и последнего поэта, не только от своего имени, но и от имени всей старой английской культуры. В Оксфорде вас считают самой легендарной женщиной. Вас в Англии переводят с необычайным уважением. Ахматова говорила близким. С того дня не было ни разу, чтобы я выходила из фонтанного дома и со ступенек, ведущих к реке, не поднялся человек и не пошел за мной. Кто-то спросил у Ахматовой, а как вы знали, что он за вами идет? Оборачивались? Ахматова ответила, когда за вами пойдут, вы не ошибетесь. После постановления в 47-м, 48-м, Ахматова не пишет стихов. Замсекретаря Союза писателей, советский драматург Всеволод Вишневский возмущается. Меня удивляет то, что Ахматова сейчас молчит. Почему она не отвечает на мнение народа, на мнение партии? Неправильно ведет себя, сугубо индивидуалистически, враждебно. После постановления сын Ахматовой исключен из аспирантуры Института Востоковедения. Пойдет библиотекарем в сумасшедший дом на пятой линии Васильевского острова. Получит там характеристику и сможет защитить диссертацию. Ахматова все время боится ареста сына. В августе 49-го в фонтанном доме снова арестовывают Николая Пунина. Николай Николаевич Пунин умрет в лагере. Ахматова идет на немыслимой для себя шаг. В страхе за сына она пишет стихи, посвященные Сталину. И благодарного народа вождь слышит голос. Мы пришли сказать, где Сталин, там свобода, мир и величие земли. Стихи не спасают. Но она по крайней мере сделала больше, чем могла. Потому что Ахматова, это, помимо всего прочего, была еще и репутация. И она бросила эту репутацию под ноги кому угодно. Сталину и каким-то там, я не знаю, Западу и мещанам нашим, да, она бросила под ноги ради того, чтобы сын освободился. Ни к чему хорошему это не привело. Лев Гумилев арестован. Ахматова опять стоит в очередях с передачей. Анна Андреевна просунула голову, когда очередь дошла в окошко, и женщина, которая увидела ее, спросила, какая же фамилия. Она сказала, была Ахматова. Она говорит, вы из постановления? Она ответила, да. И она ей сказала, где находится Гумилев. Он выйдет из лагеря в 56-м. Он будет вспоминать, как его допрашивали о визите Берлина к его матери в 45-м. Он будет рассказывать, как следователь в Лефортовской тюрьме, схватив его за волосы, бил головой о стену, требуя признания о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии. Лев Гумилев скажет, что в своей жизни он сидел за папу, за себя и за маму. Потом будет случайным людям говорить, мама не любила папу, ее нелюбовь перешла на меня. Для него так и останется невыносимым, что мать не могла спасти его. Из лагеря он писал знакомым, пусть будет паскудная судьба, а мама хорошая, так лучше, чем наоборот. А Анна Андреевна в полном одиночестве ему, единственному на свете родному человеку, писала в лагерь «Пожалей хоть ты меня». Что греха таить, он же ее не видел перед смертью. Он отправился к ней в больницу, когда она уже лежала в больнице, но в палату не зашел и убежал, и так он ее не видел. Он пробирался уже в Питере сквозь толпу в церкви, чтобы попасть в гробу матери. После смерти Сталина, после 20-го съезда, в 65-м году Ахматова поедет в Англию, где будет удостоена мантии доктора литературы Гонорис Кауза. Из Лондона она поедет в Париж, и здесь, в отеле Наполеон возле площади Этуаль, встретится с сэром Берлином. А затем еще с одной давней-давней своей любовью художником Борисом Анропом. Ему посвящены почти 40 ее стихотворений. Они не виделись с 17-го года, с февральской революции. Борис Анроп автор многофигурной мозаики, выложенной в вестибюле Лондонской национальной галереи. Моделью для образа сострадания он выбрал Ахматову. А в 46-м, после разгромного постановления, Ахматова пришла к искусствоведу Харджиеву и сказала «Меня так ругают последними словами». А он ответил «Это и есть слава». А разве вы не знали? На самом же деле миллионам и миллионам советских людей было недопостановление и недоахматование и сообщение с места. В Белебеевском районе Башкирской АССР заведующая родильным домом не имеет ни одного платья. Пальто надевает на голое тело и ходит в лаптях. Секретари ряда обкомов обратились в ЦК ВКПП с уникальной просьбой разрешить им не проводить 7 ноября 1946 года демонстрацию трудящихся ввиду отсутствия у населения одежды. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова